Дорогие друзья, это Афонтова днём и уже наверняка многие из вас привыкли, что каждую пятницу мы говорим про туризм, куда же можно нам съездить отдохнуть, чтобы это было ярко, красочно, запоминающееся. Сейчас все мы прекрасно знаем, что 27 марта абсолютно во все направления за границу запрет на самолёты введён, поэтому говорим про местный туризм, куда в России можно съездить отдохнуть, неплохо провести время. Давай всё-таки слово местный сменим на слово внутренний туризм, имеется в виду туризм по России, насколько это перспективная история с учётом текущей ситуации, но сферы позитивный исход, скорее, мы обсудим внутреннее направление, одно из них полуостров Крым, который наш уже как пять лет, соответственно, есть инфраструктура, есть что посмотреть, ездить отдохнуть. И, собственно, с вопросами об этой истории мы обратились к Али Бехтееве, руководителю компании по созданию авторских туров, основателю ведущей YouTube-канала о путешествиях с любовью. Эксперту в туристической деятельности... Алла, здравствуйте. Алла, вообще, вот если уже пять лет же Крым, в 2014-м он был или когда, или в 2015-м? 2014-й год, да. 2014-й год, даже уже шестой год, так быстро это время прошло. Вот она, насколько известно, поменялся ли Крым за эти пять лет? Что-то в нем поменялось? Как-то с приходом в Россию произошли изменения? Есть какая-то информация? Да, конечно, изменения произошли в лучшую сторону и очень так прилично, особенно если мы возьмем крупные отели, сеть, ну их не так много на самом деле там, есть вопросы к сервису, к людям, к обслуживанию. Это да, если это не вышкаленные какие-то отели, если мы берем просто обычные рестораны, кафе, там, кемпинги, то это, конечно, еще, им еще очень долго шагать к развитию. А почему вот это? Потому что раньше были особенно непритязательные люди, которые там отдыхали, как-то не было вот спроса на какие-то, хороший сервис на какой-то. Почему так получилось? Как считаете? Я думаю, что мы привыкаем жить так, как есть, и не развиваться. Для нас каждый кризис – это стресс. И для них, видимо, был стресс, и они еще пока не готовы к этому, что нужно что-то делать другое, как-то стараться, чтобы люди приезжали. Но, тем не менее, туризм, он растет каждый год. Примерно 8 миллионов, по сравнению с 17-м годом, на 8 миллионов человек прибывает в Крым. То есть идет увеличение. Но, опять же, очень много невыездных туристов, которым был запрещен выезд, и так как нам открыли границу Крым, стал нашим. У них хотя бы так. Да, хотя бы так. Поэтому они немного, конечно, как мне кажется, они все равно в расслабленном состоянии. Я не думаю, что сейчас что-то изменится, на самом деле, потому что сейчас у нас вообще не будет альтернативы. Давайте, в общем, к этому еще отнесем. Ну, некое наследие историческое, да, поскольку Крым далеко не всегда, и мы знаем, был под юридикцией России, соответственно, вот вся курортная инфраструктура, ну, там по каким-то причинам уже украинским она не развивалась. Наверное, если бы это был район какой-то сопоставимый в Сочи, и там, допустим, тоже проходили какие-то мероприятия типа Олимпиады, наверняка это был бы уже готовый к заезду в фешенебельный такой регион. Ну, в данный момент есть то, что есть, и из того, что есть, что бы вы посоветовали, имеется в виду, какие города, какие там курортные места, которые более или менее адаптированы, более или менее отвечают запросам россиян, несколько избалованы, там, я не знаю, Турцией, Кипром, какими-то другими вот курортными историями. Самое главное, это Ялта, это больше как вип-туризм, вип-направление, где огромное количество достойных отелей, где есть сервис, где вышкаленные, но, опять же, это цена. Абсолютно, сразу. Причем сейчас, давайте сразу, вот мы говорим, например, населенные пункты, примерную стоимость от до, ну, если так можно сказать, чтобы сразу было понимание, да. Мрия, например, на дней 10, на двоих будет стоить порядка 200 тысяч. Ну, то есть, Турция. Турция, и совсем не Турция. Да, есть такое. Но, смотрите, сам Крым, это же природа. Самое главное в этом острове, который больше похож на полуостров, да, это самое главное водостояние, это природа, это климат. На одном таком маленьком пятачке собраны и реки, и озера, и пустыни, да, горы, все что угодно. Поэтому, ну, на самом деле, Крым можно дня за два проехать на машине, это так, если. Сейчас очень много под защитой ЮНЕСКО находится мест, где, например, к самостоятельным туристам очень сложно парковаться, там, до моря 500 метров нельзя, да, на машине подъехать. До рек 200 метров. Достаточно много кемпингов, но они прям вот совершенно такие неприспособленные. Если мы говорим о детках, для деток в Евпатории, например, это просто рай, там все для детей, все под них заточено, можно так говорить, лечение. Ну, то есть, детей привозят со всей страны туда. И два аквапарка. И два аквапарка. А что, кстати, как вы советуете, лучше брать пакетный тур все-таки в Крым или сесть на машину, возможно, самим уехать туда и самим изучать? Вот как лучше, как считаете, как экономнее, возможно, даже? Как экономнее? Не экономнее на машине, но это определенный менталитет людей должен быть, которые готовы, там, с маленьким ребенком или с маленькими детьми испытывать некие неудобства. Для меня это не вариант. Если я хочу получить достойный отдых, вы смотрите, в Ялте можно вообще бесконечно говорить, сколько достопримечательностей. Одно ласточкино гнездо, например, или гора и Петри, это отдельный горный комплекс, который просто захватывает, потрясает. Поэтому, мне кажется, вообще на любой кошелек, на любые желания, но если мы говорим там о туризме, который мы сейчас развиваем, да, это различные туры туда делаются. Прям и фототуры, это потрясающие фотографии, там можно делать гастрономические туры, о которых мы, да, говорим, что там богатые. Слушайте, ну достопримечательности, вот эти замки, все вот красивые пейзажи, это все очень здорово, но это, как правило, знаете, такое дополнение к основному блюду. Основное блюдо для человека, допустим, Красноярска, это море, это море, он его не видит никогда, он хочет море, он хочет пляжа приличного там и какой-то вот такой более или менее инфраструктуры. Вот из пляжей Крыма, какие города, какие вот побережья являются, ну, оптимальными, с точки зрения, вот там красота, чистота и какая-то там чурчхела, которую там можно съесть там. Евпатория. Евпатория. Мне кажется, все-таки больше, да, судак. Судак. Ну, это из таких, из основных. Все, что западная часть, она вообще не освоена туристическими направлениями. Так может, это хорошо, может, там чисто и людей нет, может, туда как раз нет. Ну, там, наверное, дико. Там совсем нет инфраструктуры, поэтому приходится, когда сезон, вот представьте, если там на 8 миллионов человек вмещает, что на пляжах происходит. Нет, нет. Наше Красноярское море там, видимо, происходит палатка на палатке, или как они там, я не знаю, если дикарями. Да, ну, есть там Азовское море, они смотрят с обратной стороны, приезжают, если это Украина, например, больше 40% Украины вообще там находится. Поэтому... Вот вы сказали, туристические гастротуры, что бы вы советовали обязательно поесть, попробовать там, именно в Крыму? Ой, вы знаете, сейчас там такое интересное направление, столовые, советские столовые, прям здесь столовка, например. Есть какие-то хачапури, пельмени, которые не похожи на нашу кухню, и они прям тают во рту, то есть они необычные, необычные вкусы у них. Ну, на самом деле, так, большая часть все равно это русская кухня, обычная, классическая. В этой связи хочу сказать, Крым, это вообще такая история для поклонников ретро-тематики, но дело в том, что там реально ничего не происходило. Вот пока в России что-то было там, значит, что-то строилось, она пыталась быть современной страной, с Крымом вот ничего подобного не было. И поверьте, у вас будет какой-то разрыв шаблона, когда вы, значит, увидите вот этот абсолютно советский пейзаж, советская архитектура. Наверняка будет, я почему-то очень люблю эти радиостанции, какие-то там ретро-ФМ там или что-то такое. И там, значит, какой-то вот этот невероятный совок отовсюду. Ну, если у вас короткие вещи, это одно, и бывают люди просто поклонники, им просто вот по приколу выскочить из машины времени и понять, что вот они находятся в Советском Союзе. И вот, мне кажется, это одна из таких точек притяжения. Вот если вам как-то вот интересует эпоха советская, то в той же Евпаторе вы найдете это все прямо в избытке. От трамваев до каких-то вот этих домов отдыха, знаете, вот дома отдыха, вот они вот, они реально реликтово сохранились, и это совершенно замечательно. Другое дело, что мы наш разговор ведем в каком-то очень оптимистичном ключе, да, вот как будто у нас есть выбор какой-то, вот и мы думаем о том, а куда нам поехать. Друзья, если очень повезет, если очень повезет, и 1 июня, а у нас все закрыто до 1 июня, сегодня товарищ Мишустин нам неоднозначно об этом сказал, если очень повезет, то после 1 июня у нас будет Крым. И только Крым. Вот правда. Ну, еще непонятно, Леша. Крым и Сочи. А мы с Крымом только Крымом. Ну, ладно, Сочи это вот российская территория, но поверьте, цена Сочи, мне кажется, в этом году никого не устроит. Я всегда верю, что все будет хорошо, и уже к 1 июня границу откроют, и все мы сможем отдыхать так, как мы хотели отдыхать. Пожалуйста, я тебя умоляю, позвони премьер-министру, скажи, что первым надо все открывать. Я просто думаю, что у него свой взгляд на эти вещи, и даже твой вот этот оптимизм, он совершенно прекрасный, мне очень нравится. Но, боюсь, он пока никак не коррелирует вот с действительностью. Алла, мне всегда интересно, а вообще, в принципе, например, в Крым едут кто-нибудь за границей, не из страны СНГ отдыхать, а откуда-нибудь вот туда приезжают, есть какая-то информация. Раньше, да. Ну, вообще, японцы очень любят. Японцы? Кстати, в Ялте есть определенный отель, я понимаю, что мы не можем, да, говорить об этом. Там есть прям японские сады, и растет сакура, и различные там бассейны сделанные. То есть, как в Японию ты попадаешь. Потому что вообще иностранцы очень любят и Крым. Если мы говорим о финансах, то все дороже, чем в России, процентов на 30 абсолютно от продуктов до бензина. Кстати, сейчас вспомнила, что там нет Макдональдс. Фастфудов. Фастфудов нет, а из-за меня это все местная кухня, все эти пирожки, пельмешки и все остальное. Там не то, что Макдональдса, нет, там, друзья мои, из Безнал, это большие проблемы достаточно. Но это все из-за того, что это территория, которая, ну, не совсем признана, да, за Россию юридически. Поэтому, соответственно, очень многие крупные компании там не имеют права находиться и, собственно, не находятся. Ну, конечно, там можно выйти из положения и как-то обналичиваться через банкомат. Все это, в общем, там, история какого-то такого практического опыта, который вы быстро постигнете. Но, с другой стороны, рассчитывать на какие-то бренды, к которым вы привыкли в России, там, предприятия быстрого питания, бургеркинги, какие-то магазины, которые вам хорошо известны. Нет, этого там ничего не будет по понятным причинам, но в будущем, надеюсь, может как-то все исправится. Что касается, вот действительно, пять лет Крым принадлежит России, но все ли спокойно? Вот в плане нету ли там какого-то до сих пор не то, что противовостояния, а просто непринятия, например, русских? Нет такого? Все спокойно? Не жаловались никогда ваши туристы, что как-то вот их приняли не очень позитивно? На все время потом слушаю. Есть некое предпринимание? По поводу даже магазинов, которые вечером, там, в пять вечера закрываются, ты не можешь ребенку мороженое купить вечером, когда ты гуляешь. То есть вот здесь очень много вопросов. Почему так? Хотя, кажется, туризм, и здесь только развивайся и зарабатывай. Как если ты в Сочи приезжаешь, мне кажется, 24 часа все эти улицы живые, работают, и все можно купить. Там все-таки свой мир до сих пор есть, какой-то вот это, свой вакуум, в котором люди живут, и пока тяжело пускают. Да. Причем мне вот интересно, когда в Греции, например, тоже не особо там сервисы, не особо люди хотят работать, но там, по крайней мере, до обеда, потом фиеста, и вечером, до ночи так же все работает. То здесь непонятно. В пять часов, и все, ты уже не знаешь, что купить, что поесть, чем ребенка накормить. Ну, это очень ментальность населения, которая, кстати говоря, 98-процентным большинством проголосовала за желание быть с Россией, если вы помните. Да. Но немножко пока инертно все проходится. Может, нет мотивации, может, нет еще чего-то. Наверное, вот этим летом их немножко расслабит. Опять ситуация, при которой у россиян не будет особенного выбора. Но как только появится много альтернатив территории Крыма, и они поймут это по количеству туристов, я думаю, в общем, все заработает сразу реально, поскольку вот финансовая мотивация самая жесткая и самая правильная, на мой взгляд. Спасибо большое за этот разговор, дорогие друзья. Алла Бехтяевна была у нас в гостях, руководитель компании по созданию авторских туров L-Travel, основатель и ведущая YouTube-канала о путешествиях с любовью, эксперт в туристической деятельности.